Выражаю свою искреннюю признательность всем сотрудникам МВД, которые помогли мне в работе над этой повестью. От автора. Вместо пролога. При первичном осмотре на входной двери никаких повреждений не обнаружено. Прихожая размером 2 на 3 метра, дверь в комнату из прихожей налево, в кухню, прямо и направо. При входе на правой стене вешалка, на которой висит мужской плащ 50-52 размера, принадлежит хозяину квартиры. На полу прихожей следов годных для идентификации не обнаружено, дверь в комнату замка не имеет, открыта. Комната размером 4 на 5 метров, с одним окном напротив двери, выходящим на юго-запад. Труп лежит почти в центре комнаты, головой к двери на спине. Фотографии прилагаются. Из протокола осмотра места происшествия, температура тела и температура окружающей среды, а также наличие, величина и расположение трупных пятен и время восстановления их после надавливания, свидетельствует о том, что смерть наступила примерно 8-9 часов назад. Из заключения медэксперта. Форма и величина входного полевого отверстия под левой лопаткой, наличие и ширина пояска обтирания, наличие и ширина пояска окопчения, а также распределение вокруг полевого отверстия, остатков продуктов сгорания пороха и не сгоревших порошинок, свидетельствует о том, что выстрел произведен с расстояния менее метра. Из заключения эксперта научно-технического отдела. Эти документы появились на столе инспектора Мура капитана милиции Люба Гурова 2 сентября, а 1 сентября Лева шел по Страстному бульвару в сторону Петровки и напевал «Судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Сегодня Леве исполнилось тридцать, и он был склонен смотреть на мир снисходительно. Вместе с Левой по бульвару шагали школьники. Маленькие мальчики с оттягивающими плечи ранцами, словно крошечные солдатики, стыдливо сторонили своих гордых бабушек и мам. Девочки в белых передничках, прижимая к груди букеты, напоминали балерин, выходящих на поклон. Старшеклассники, люди уже умудренные и в меру разочарованные, шли неторопливо. В Москву Лева переехал больше года назад. Сначала высоким начальством был решен вопрос о переводе в столицу отца Левы, генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Гурова. Вдруг неожиданно перевели в Москву и начальника Левы, полковника Турилина, который добился перевода и для Левы. Отец же... Все сдавал дела. Родители и воспитавшая Леву домашняя работница, хозяйственный руководитель семьи Клава, должны были приехать в октябре. Первые полгода Лева жил в общежитии, затем Гурову-старшему дали большую квартиру в новом доме. Лева с двумя чемоданами переехал в пустые гулки и комнаты, купил раскладушку, долго таскал ее по квартире и, наконец, установил на кухне. Еще через несколько месяцев от родителей прибыло два контейнера с вещами. Сейчас ящики загромождали квартиру, создавая лабиринты. Лева закрыл дверь в комнаты, оставив себе переднюю, ванную, туалет и кухню. Этим он хотел подчеркнуть, что ко всей остальной территории не имеет отношения и, тем более, не несет за нее никакой ответственности. Москва и Управление уголовного розыска встретили Леву прохладно. В группе вместе с Левой было четыре человека. Старший инспектор, подполковник Петр Николаевич Орлов, работал в уголовном розыске уже четверть века, то есть почти столько, сколько Лева жил на свете. Был он человек решительный и властный, держался неприветливо, указал Леве стол и сейф, приказал ознакомиться с делами и приступить к работе, так как пахать за Леву никто не собирается. И пусть у Лева начальник отдела друг, а отец хоть маршал, но если Лева тянуть не будет, то он Орлов. Леве не завидует. Кабинет был на двоих, стол напротив Левы занимал Сеня Новиков, который год назад закончил университет, смотрел на жизнь сквозь очки восторженно и принял Леву с распростертыми объятиями. Четвертый в группе, 35-летний майор Виктор Иванович Кирпичников, дело знал, служил исправно, почти все время проводил за столом и усердно писал. Леве было непонятно, как можно справляться с оперативной работой, не выходя из кабинета. Однако дела Кирпичникова всегда находились в порядке, и, как позже выяснилось, майор в отделе считался работником неплохим. Группа курировала район Москвы, который по численности населения немногим уступал родному городу Левы. Лева раздобыл карты Москвы и района, пришпилил их на стенку и стал изучать. Район начинался возле Кремля и кончался у окружной дороги. Москва, словно круглый пирог, была разрезана на дольки. Одна такая долька клин чуть линее с полумиллионным населением. Она требовала от группы заботы и внимания. В районе были свое управление внутренних дел и отделение милиции. Но особо опасные преступления... В общем, понятно. Как-то Орлов застал Леву за изучением карты района и сухо сказал. Через Москву ежедневно приезжает более миллиона человек. Из них чуть ли не треть проходит через наше владение. И если из этих трехсот тысяч оказывается хотя бы один подонок, сам понимаешь. Разговор этот состоялся больше года назад, а сегодня, 1 сентября, Лева шагал по Страстному бульвару, весело насвистывал и не подозревал, что завтра он начнет розыск убийцы. Кафе занимало первый этаж высотного дома, расположенного на проспекте Калинина. Окна во всю стену чуть прикрыты полупрозрачными занавесками. Столы и стулья легкие шапки на алюминиевых ножках, самообслуживание, салаты, сосиски, яичница, довольно скверный кофе, самый крепкий напиток. Вечером 1 сентября Евгений Шутин и Павел Ветров сидели за угловым столиком, пили кофе. Когда Жене Шутину исполнилось десять, он виртуозно исполнял большую сонату Чайковского. В призвании мальчика и ожидавшем его блестящим будущим никто не сомневался. Сам Женя об этом не думал, ему нравилось играть на рояле, и он играл. Родители Жени были учителями, отец преподавал историю, мама — литературу. Они любили Женю, но воспитывали строго. Мальчик мыл руки перед едой, в меру озорничал, учился прилично, с вещами обращался аккуратно, со взрослыми вежливо. Он много читал, увлекался спортом, как все подростки, влюблялся и разочаровывался. Когда Женя закончил музыкальную школу, уже никто, даже мамы, не говорил о гастролях по Европе. Поступить в консерваторию тоже не удалось, и юноша поступил в НИАС. Способности у Жени к языкам были незаурядные. На третьем курсе Женя полюбил. Она вытеснила все. Бесчисленные вечеринки, модный каток на Петровке, ушли на второй план. Пашка Ветро был другом Жени Шутина. Они часами простаивали у консерватории или во дворе ее дома, где, чтобы не замерзнуть, раскатали ледяную дорожку. Любовь, казалось, была настоящая. Дружба Жени с Павлом крепкая. Пашка седьмого класса увлекался горными лыжами. Вместо уроков, если не играл в пристенок или в чеканку, пропадал на Воробьевке. Весной перед решающей схваткой за аттестат Павел выполнил первый разряд. Вошел в юношескую сборную страны по горным лыжам. К его успехам в спорте окружающие относились с недоверием. Врет, наверное. Действительно, соврать Пашка умел. Делал это с умыслом и просто так, но всегда с вдохновением. К двадцати годам Пашка прочитал «Лондон о Генри и Ильфа с Петровым». Научился помалкивать в интеллигентном обществе, куда иногда попадал с Женькой Шутиным. Не слишком громко орудовать ножом и вилкой и внимательно слушать. Он любил и понимал горы, умел быстро спускаться, дважды ломался крепко и трижды по пустякам. Лез наверх снова. Но эта часть его жизни была для окружающих далекой и непонятной. Павел всегда был шпаной. Спорт тоже хулиганский выбрал. Никто не обращал внимания, что Пашка в своем лыжном деле первый, что он ни разу в жизни не отступил. Двоечник, драчун. Теперь с гор кувыркается. Чему здесь удивляться? Осенью он сломал ногу. Сезон пропал. Пашка не унывал. Работал тренером в «Спартаке», таскал Женькины записочки. Раскатывал под окнами Леночки веселовой, так звали будущую Женькину жену, ледяную дорожку. Папа Шутин построил сыну кооперативную квартиру. Пашка помог втащить на ее холодильник и другую мебель, но на свадьбу к другу не попал. Леночка любила Шутина-младшего и делить его ни с кем не собиралась. Друзья расстались и вновь встретились лишь через семь лет. Павел стал мастером спорта, служил армию, работал тренером и учился на заочном отделении факультета журналистики МГУ. Почему журналистики? Как объяснял сам Пашка, он журналистику вычислил путем исключения других специальностей. Диплом нужен, иначе пропадешь. Какой диплом? Точные науки отпадают сразу, так как математика и физика болтовни не любят. Здесь никого не обманешь, знать надо. Педагогическая деятельность не годится, потому что такие, как я, есть в каждом поколении, а на роль Иисуса не претендую. Иностранный язык, конечно, вещь, но ведь его целыми днями учить можно в инфискульт, но к тому времени на склонах так накувыркаюсь, что меня туда калачом не заманишь. Вот и получилось быть мне журналистом, спорт меня и по стране повозил, и за рубежом помотал, кое-что я в жизни видел, людей встречал разных, писать же научусь, не боги горшки обжигают. Так Павел Ветров говорил, но на самом деле все было иначе. Пашке еще не стукнуло и восемнадцать, когда однажды в доме Ушутиных он познакомился с известным писателем. Весь вечер Пашка тихонько просидел в уголке, внимательно слушал и запоминал. — Научиться писать практически может каждый, — говорил тогда писатель. — Вопрос в том, есть ли тебе что рассказать людям. Знаешь ли ты что-то такое, чего многие не знают? Интересен ли ты людям, хотят ли они тебя слушать? Пашка смотрел вокруг пытливо, приглядывался к людям, изучал их, даже пытался анализировать, и в университет он пошел, прекрасно отдавая себе отчет, что диплом дипломом, а образование, с которым у него, мягко выражаясь, плоховато, необходимо. Павел учился писать по спортивной системе, накатать километры, запоминать причины падений, не стонать от ушибов, относиться к переломам философски, ты же сам лез, тебя в гору не гнали, сидел бы на диване, не ушибся бы. Редактор газеты, посмотрев на него сочувственно, вернул статью и сказал, что не надо, Ветров, не надо, мы ведь тебя и так уважаем. Павел согласно кивнул и пришел через неделю. Он переписал ту статью двенадцать раз, а шалевший редактор переписал ее в тринадцатый и опубликовал. Так имя Павла Ветрова впервые появилось в печати. Жень Кашутин прожил с Леночкой три года. Они расстались спокойно, интеллигентно, разделив имущество поровну. Леночке квартиру с обстановкой, Жене чемодан с барахлом и книжки. Он всегда любил читать. Молодые то ли не помнили, то ли помнили сначала, да потом забыли, что и квартиры, и прочая мелочь, как холодильник, телевизор, половичок у двери, были куплены на деньги Шутина старшего. Ильяс Женя закончил благополучно. На госэкзамене получил твердую четверку, а потом свободное распределение. Преподавать Женя не хотел, а таскаться с группой иностранцев по Москве, ежедневно рассказывать о Кремле и Третьей Ковке занятия не из интересных. Евгений был парень образованный, общительный, он решил стать журналистом. Он писал легко, фразы у него были чистые и упругие, слова не выкинешь. Проработав два года вне штата, Шутин сделался сотрудником, а затем и редактором отдела центрального журнала. Евгений и Павел вновь встретились, когда им было по двадцать семь. Шутин уже прочно стоял на ногах, Ветров еще цеплялся за сборную, но уже отлично видел свой финиш. Три заметки с его фамилии читали только друзья. Со свойственной ему бесцеремонностью Павел пришел без звонка, словно и не было семи лет, и расстались они вчера, положил на стол свое очередное творение. Шутин прочитал, расставил знаки препинания и, исправляя ошибки, кое-что вычеркнул и сказал, что не так уж и плохо. Павел решил, Женька Шутин должен ему помочь. И не так вот разово, а взять над ним постоянное шефство. — Это же твой стадион, ты здесь выступаешь, — объяснил он. — Еще на финише меня встречать будешь. С годами Пашка Ветров стал не столько умнее, сколько упрямее и настырнее. Шутин же вырос в человека, который любил шефствовать и помогать. Павел закончил университет, начал сотрудничать в толстых журналах и однажды заявил, что написал повесть. Евгений работал над прозой давно, уже несколько лет, все не мог закончить, еще раз переделать, отшлифовать. Мешали дела, жизненная круговец. А тут Пашка, у которого в голове полторы мысли, положил на стол рукопись, смотрит невозмутимо. Повесть оказалась скверная, о языке и говорить нечего. Приговор Пашка выслушал стойко, дальше все закрутилось, как в отлаженном механизме. Пашка переписывал свою повесть столько раз, что довел Женьку и всех знакомых редакторов до белой горячки. Скоростной спуск, так называлась повесть, опубликовали. Под Пашкиным портретом коротко сообщили, что он мастер спорта, своих героев взял из жизни, выдрал прямо с мясом. В общем, выпросили индульгенцию за язык автора и прочие литературные огрехи. Тридцатилетие друзья отмечали порознь. Евгений вновь женился. Шутин-старший построил вторую квартиру, появились новые холодильник, телевизор и половичок. В этот раз Павел мебель не таскал, ему дали отставку заранее. Верочка была красива, боятельна и талантлива. Она три года сдавала в Строгановское, но экзаменаторы не могли или не хотели оценить ее талант. Женя понял, что, женившись, выиграл миллион по трамвайному билету. В редакции, где он работал, сменилось руководство. Новая метла, новые порядки. Шутин привык отвечать за работу отдела, а не отчитываться. Куда пошел, почему опоздал или вовремя не оказался на месте. Он был человеком творческим, а не чиновником, прикованным зарплатой к столу и телефон. Евгений Шутин стал корреспондентом другого журнала. На работу можно не ходить, пиши себе целыми днями, правда, зарплаты нет. Зато и гонорар тебе никто не ограничивает. Вскоре родился сын, жизнь приобрела новый смысл. Евгений трудился, очерк, статья, рецензия, радио, телевидение. Задумана новая книга, хотя еще не закончена старая. Павел Ветров за эти годы написал несколько повестей. У него вышло две книги. Павел стал профессиональным писателем, работал уже уверенно. На него начали обращать внимание в литературных кругах. Некоторые его коллеги считали, что если Павел выйдет за рамки спорта, копнет поглубже и перестанет держаться за сюжет, как за якорь спасения, то он способен написать прозу настоящую. — Возможно, когда-нибудь и рискну, — говорил Павел. — Еще рано, класса не хватает. Спорт выработал в нем не только упорство и умение работать. Павел еще обладал удивительным чувством времени и расстояния. — Я знаю свою трассу и свой порядковый номер, — говорил он. Рекорд не выскакивает, как джинн из бутылки. Рекорд привозят на кровавых мозолях. И нельзя сесть за стол и сказать. Сейчас я напишу гениальную прозу. Дружба Шутина и Ветрова возродилась, когда они приближались к сорокалетию. Евгений жил у папы, переехал с чемоданами и книжками в свою комнату. Верочка с сыном остались в двухкомнатной квартире. Евгений работал директором картины на киностудии, ел вкусные маминой обеды и был впервые по-настоящему счастлив. — Двадцать лет отобрали у меня эти две женщины, — говорил он. — Хватит. Теперь я, наконец, свободен и живу в свое удовольствие. Я молод, сорок, для мужчины не возраст. Все впереди. Павел согласился, однако задал грубый вопрос. — Директор картины, это интересно? — Интересно, — решительно ответил Евгений. — Так называемым творчеством я предоставляю заниматься таким, как ты. Вы легко усваиваете, что хорошо и что плохо, о чем писать следует и о чем нельзя. Вас ценят и подкармливают. Я уже не умею творить по указке. Павел не возражал. — Ты теперь совсем не пишешь? — Почему же? Евгений несколько надменно улыбнулся. Я пишу для себя. Он посмотрел многозначительно, и Павлу стало ясно, что сам он, Ветров, пишет, черт знает что, на потребу обывателя. Он не обижался, хоть и с перерывами, но больше тридцати лет вместе. Привыкли друг к другу. Сидят сейчас рядом за столиком кафе, как когда-то сидели за школьной партой. Евгений, высокий, изящно сухощавый брюнет с молодым подвижным лицом, небольшими, но очень яркими глазами, держался по-барски, небрежно и чуть вызывающе. Большеголовый скуластый Павел, крепко расставив ноги, подавшись вперед, облокотился на столик, приглаживая широкой ладонью мягкие, коротко остриженные волосы. — И сколько ты думаешь здесь сидеть, Паша? — спросил Шутин, покачиваясь на стуле и оглядывая кафе. — Каждый вечер в третий месяц. — Четвертый, — вздохнул Ветров. — Гению необходимо одиночество, — Шутин, понимающий, кивнул. — Поэтому ты и не женишься? — Это скверно, Паша. Мальчонке за сорок он не знает, где находится ЗАГС. Павел не ответил, потянулся, стул, предупреждающий, пискнул. Ветру не хотелось ни двигаться, ни разговаривать. Так бывало после тяжелых соревнований. Дрался, дрался, наконец победил, а зачем? — спрашивается. — Что? — Да твои победы окружающим. И никому до тебя нет дела, и всегда приходится платить за победу больше, чем она того стоит. А вот ты, пустой, выжитый победитель, банкрот. И кажется тебе, что это последний раз больше тебя в драку калачами не заманишь. И уверен, что это неправда. Пройдет время значительно меньше, чем ты рассчитываешь. И затаскуешь, бросишься вновь и снова будешь проклинать себя, лезть вперед, падать, кувыркаться, не спать ночами и сторониться людей днем. И все ты врешь, Ветров, позер и пижон. Победа приносит счастье, даже когда у тебя один зритель. Ты сам. Забыл совсем, — пробормотал Ветров и вынул из кармана упругую пачку новеньких сто-рублевок. — Убери, неприлично, — сказал Шутин, толкая Ветрова. — Каждая такая бумажка для многих — месячная зарплата. Ветров щелкнул сто-рублевками, как карточные колоды, и спросил, — так сколько тебе? — Ничего мне не надо. Спрячь. Красивое лицо Шутина исказила брезгливая улыбка. Он быстро поднялся. — Идем, Павел. Ветров небрежно опустил деньги в карман, лениво поднялся. Шутин распахнул дверь, пропуская Ветрова вперед. Павел кивнул, словно соглашаешь. Все, мол, верно, ты и должен открывать передо мной двери. — Порой мне хочется тебя убить, — сказал Шутин и схватил Ветрова за плечо, так как тот и не собирался остановиться и подождать задержавшегося в дверях друга, а шел себе уверенный, что его догонит. — И ты тоже, — Ветров, не останавливаясь, стряхнул руку Шутина. — Ты и слаб, Женя, а вот Олег может. Мне не страшно, но зря я его к стенке поставил. Что мне до него? Он взрослый. Нравится в дерьме купаться? Купайся себе. Вечно я не в свои дела лезу. — Это о ком? Шутин все-таки остановил Ветрова, заглянул в глаза. Я даже завещание написал. Ветров посмотрел на Шутина серьезно, печально, что совершенно не шло ему. Девочку жалко, погибнет она. Лева Гуров шел медленно по Калининскому в сторону Киевского вокзала. За последний месяц на вокзале совершили четыре кражи чемодана. Дело вела транспортная милиция, но Лева полагал, что объявился не вокзальный вор, гастролер, а ворует кто-то из своих уголовников, живущих неподалеку. Если Лева прав, то преступнику скоро надоест вокзал небогатой уловы. Стоит в районе начать действовать хотя бы одному дерзкому, удачливому преступнику, как от него расходятся волны, словно круги по воде, поднимается со дна грязь. Чистая вода мутнеет. Прослышав о совершенных, еще не раскрытых преступлениях, озорники порой начинают хулиганить. Хулиганы наглеют, они теперь могут вырвать у женщины сумку, снять с подвыпившего часы. В магазине идет обмен новостями. Еще одного прирезали. Одного утром вывозили на трех машинах. Куда милиция смотрит? Леву всегда удивляла, как люди уверены и легко, некоторые даже с радостью, пересказывают где-то услышанные небылицы. Сам не видел, смотрит в глаза искренне. Может, и врут, однако, что за безобразие творятся. Дожили? Дураку ясно, что милиция защищает часть мундира, а, возможно, просто не знает о происшествиях. И откуда ей знать? В очереди за живым карпом они с утра не стояли, в пивной полдня не провели. Жизнь и проходит мимо. Лева шел на Киевский к отправлению вечерних поездов. Хотел погулять, потолкаться среди провожающих. Вдруг и встретит кого из подопечных. Если не задержит с поличным, то хотя бы своим появлением помешает новой краже. Когда Ветров и Шутин еще находились в кафе, Лева остановился у стеклянных дверей, хотел зайти перекусить, но раздумал и свернул в переулок на Армат. Напрасно Лева не зашел. Павел Александрович Ветров был убит в своей квартире выстрелом в спину. В милицию позвонила в семь утра Клавдия Михайловна Сомова. Раз в неделю она убирала квартиру холостяка, имела свой ключ, сегодня вошла, как обычно, с порога громко поздоровалась, так как хозяин вставал рано. Ветров лежал навзничь, неподвижно смотрел в потолок. Клавдия Михайловна в ужасе выскочила из квартиры, зазвонила в соседнюю дверь. Вскоре приехали оперативная группа МУРа, представители прокуратуры и полковник Турилин. Лева же спал на раскладушке в кухне, огромной, похожей на склад квартиры, и узнал о преступлении лишь в 9.45 на летучке. — Убийство! — протянул Орлов, листая еще не подшитые листки. — С нами все ясно, три шкуры спустят. Возмущенная общественность, контроль министерства, а прокуратура известна. Раз известно, Петр Николаевич, зачем рассказывать? — тихо спросил Турилин. Лева видел, что полковник еле сдерживается цинизм Орлова, хоть кого мог вынести из себя. И будь на месте подполковника другой, Турилин бы такой пошлости не спустил. С Орловым дело иное. Когда предшественник Турилина ушел на пенсию, в отделе не сомневались, что начальником назначат заместителя полковника Иванова, на его же место подполковника Орлова. Приход в отдел Турилина был неожиданным. Из провинции в Мур, когда своих классных работников хватает. Орлов и сидел-то на должности старшего инспектора, потому что ждал вакансии. Так бы давно с повышением в район ушел. Турилину ситуация была известна. Заскоки Орлова он терпел, щадил его самолюбие. Лева поведение начальника осуждал молча. Сеня Новиков испуганно поглядывал на всех сквозь очки, жаждал всеобщего мира и дружбы, рта раскрыть не смел, так как Орлова боялся еще больше, чем Турилина. Четвертый в группе майор Кирпичников сидел, листая толстое дело. Он всегда ходил с папкой под мышкой, чтобы никому и в голову не пришло поручить Кирпичникову новое дело. Преступления, над раскрытием которых он работал, отличались удивительной сложностью. Знали о них все сотрудники отдела, так как Кирпичников с каждым не применил посоветоваться. И сейчас он, сдержанно вздыхая, листал папку неторопливо и походил на исследователя, человека в конец, замученного непосильным трудом, но долгу преданного, затем как бы спохватился, папку закрыл и посмотрел на Турилина. Мол, только прикажете, я готов. — Петр Николаевич прав, а расследование возьмут на контроль. Тихо, словно разговаривая сам с собой, произнес Турилин. Он откинулся в кресле, вытянул под столом длинные ноги, взглянул на Орлова. — Кто поведет дело? Орлов скользнул безразличным взглядом по Кирпичникову и Гурову, посмотрел на нахохлившегося, как воробей, Новикова, даже фыркнул возмущенно и пожал плечами. — Турилин опередил его ответ. — Гуров Лев Иванович в Москве полнеть начал. — Работать, естественно, будете все, группа уголовного розыска района, инспектора и участковое отделение. Сегодня же связаться с прокуратурой города, встретиться со следователем, учесть в плане розыска его предложения. — Турилин говорил тихо и монотонно, не глядя на сотрудников. — Петр Николаевич Гуров подчиняется непосредственно вам, Болин Иванов. Вас назначили исполняющим обязанности. Вопрос с руководством управления согласован, приказ будет сегодня. Лицо Орлова осталось бесстрастным. Руки, однако, могли выдать, и он заложил их за спину, сцепил пальцы в замок. Все понятно, его Орлова выдвинули на огневой рубеж, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. — Ясно, Константин Константинович, — коротко ответил Орлов, встретился взглядом с Левой и нехорошо улыбнулся. — Розыск может оказаться и простым, и очень сложным, — продолжал Турилин. — Главное — найти мотив убийства. При первичном осмотре места преступления причину убийства установить не удалось, в квартире вроде ничего не взято. Данный факт тщательнейшим образом проверить, перепроверить и еще раз перепроверить. — Родственников у Ветрова нет, вам придется встречаться и беседовать с его друзьями, знакомыми, коллегами. — Будьте предельно деликатны, однако Турилин выдержал паузу, подождал, пока все не посмотрят на него. — Звания и титулы людей из окружения Ветрова не должны влиять на качество вашей работы. — Желаю удачи. Полковник встал, взглянул на часы. — Вы двенадцать? Доложите план разыскных мероприятий. Только вышли из кабинета, Кирпичников открыл свою папку, читая на ходу, направился было к себе, но Орлов остановил его, папку отобрал. — Хватит придуриваться, ясно? Будешь работать, как все. Он вошел в свой кабинет, швырнул дело Кирпичникова на стол. — Садись, пиши план. Лева диктует ему. — Ты, — он пальцем ткнул Новикова в грудь, — Семен Андреевич, поезжай в район, в уголовный розыск, пусть выдвигают свои предположения и срочно отрабатывают жилой сектор. В котором часу Ветров вернулся домой? Один? Не один? Кто вечером гуляет с собаками? Какие влюбленные стоят в подъездах? Кто сидит у окна, кто из жителей близлежащих домов поздно возвращается с работы? Ты понял, Семен Андреевич? Семен Андреевич понял. Его как ветром сдуло. Кирпичников аккуратно выложил на столе стопку бумаги, каллиграфическим почерком вывел шапку плана, ровненько подчеркнул и взглянул на Леву преданно. Машина уголовного розыска беззвучно раскручивала свое гигантское колесо, втягивая в себя бесчисленное количество информации, которое, видя рапортов, справок, сообщений, оседало на столе Гурова. Все это напоминало процесс добычи золота, когда вращающийся таз с водой бросают заступами землю, и ценные породы оседают. На первом этапе розыска главное черпнуть лопатами так глубоко, чтобы преступник обязательно был тянут в воронку розыска, ну а потом не ошибаться, анализируя фильтровать и отсеивать, пока преступник не останется один. Лева еще ничего не фильтровал, он лишь группировал поступающий материал, систематизировал его, что не укладывалось ни в какие логические рамки, тоже выбрасывать нельзя. Материалы оказывались в папке с надписью «Разные». Так участковый уполномоченный пишет, что в беседе с молочницей, которая через день приносила Ветрову молоко, установлено, покойный выпивал литр молока ежедневно. 31 августа Ветров сказал, что 2 сентября молоко приносить не надо, а убит Ветров в ночь с первого на второе. Глупость выкинуть в корзину, а почему второго молоко не нужно? Год человек пил молоко, вдруг передумал, что случилось. Перепечатывать бумаги времени нет, почерки и манеры изложения у людей разные. Лева изучал каждую бумажку, чуть ли не прибегал к помощи лупы, затем, уловив, о чем идет речь, отчеркивал красным карандашом ключевые фразы. Заходил Орлов, садился напротив, быстро просматривал новый материал, выписывал блокнот наиболее, на его взгляд, интересное, и исчезал. Он пытался на ходу определить направление главной версии. Через некоторое время Орлов появлялся, подбрасывал Леве собственные рапорты, опять копался в деле. Лева ничего не спрашивал у Орлова, раз вернулся, значит, снова мимо. Подполковник, совсем недавно развощекий и полноватый, с мягкими ловкими движениями и соскальзывающей улыбкой, которые так не соответствовали его резкой, максималистской натуре, осунулся и побледнел. Улыбка, наконец, соскочила с его лица. Свои указания Орлов выражал теперь не фразами, а односложно — проверить, уточнить, убрать, доставить, опросить, выполнить. Через несколько дней бумажный ливень перешел в дождь. Покапал еще немножко, затем иссяк. Все задуманное было выполнено. Сотрудники района переключились на обычные дела и заботы. Кирпичников, успокоенный, вернулся к своему столу. Новиков взглянул виновата, вздохнул и уехал в район. Лева и Орлов остались с грудой бумаг. Первого сентября Ветров в двенадцать часов дня появился в редакции журнала, видимо, приехал из дома. С двух до трех он обедал в ресторане, был, как обычно, молчаливо сдержан, выглядел усталым, но умиротворенным. Его приятели решили, что он закончил какую-то большую работу, но ни о чем не расспрашивали. Ветров этого не любил. В три сорок пять Ветров снял в сберкассе со своего счета шесть тысяч рублей, гонорар за последнюю книгу, который был переведен из издательства накануне. В течение недели Ветров звонил в сберкассу, интересовался, поступили ли деньги. В сберкассе Ветрова хорошо знали, так как начисления он получал, хотя и редко, но, как правило, большими суммами, и сразу их снимал, оставляя рубли, чтобы не закрывать счет. Тридцать первого, узнав, что деньги поступили, Ветров попросил приготовить ему всю сумму крупными купюрами. Деньги заказали и выплатили сто-рублевками из новой пачки в десять тысяч. Таким образом, в сберкассе удалось установить серию и номера, полученных Ветровым купюр. В четыре часа он позвонил своему другу Евгению Шутину и назначил ему свидание в семь вечера в кафе на Калининском проспекте. С четырех до семи Ветрова видели в бильярдной одного творческого клуба. Вечер Шутин и Ветров провели в кафе. В десять Ветров проводил Шутина до дома, и, как он сказал другу, хотел еще прогуляться, чтобы к одиннадцатими быть у себя. Действительно, около одиннадцати Ветрова видели в переулке. Ветров был один. По мнению экспертов, его убили около двенадцати. В переулке после одиннадцати малолюдно, главное же в подъезде, где живет Ветров, с одиннадцати до часа стояла молодая пара. Доброшенные порозни и очень подробно, и девушка, и молодой человек утверждают, что Ветров пришел один. Они его хорошо запомнили, так как парень попросил у Ветрова сигарету, тот отдал пачку, сказал, что искренне завидует, и подмигнул. Вслед за писателем по лестнице поднялись муж с женой из седьмой квартиры. Больше никто не проходил. Однако человек убит, и деньги не обнаружены. Проверка этой версии казалась очень перспективной, но ничего не дала. А жильцы расположенных в подъезде квартир либо имели стопроцентное алиби, либо не могли совершить преступление по иным причинам. Ведь трудно предположить, что семидесятилетняя одинокая пенсионерка, чье пребывание в собственной квартире никто подтвердить не может, застрелила человека. Турилин прочитал итоговую справку, посмотрел на Орлова, перевел взгляд на Гурова и сказал, «Оставим пока в стороне вопрос, как и когда преступник вошел и вышел». «Целовались и не заметили», — предположил Лева. «Парень, но не девица», — возразил Орлов. «У них на этот счет чутье острое». «Согласен», — Турилин кивнул. «Однако убийцу в любом случае необходимо найти». «Ветров не мог выстрелить себе под лопатку», — сказал Турилин. «У вас есть другие предположения, кроме убийства?» и жестом остановил пытавшегося было вмешаться Леву. Орлов твердо посмотрел Турилину в лицо и четко ответил. «Совершено убийство. Преступник не обнаружен. Виноват подполковник Орлов». «Верно», — согласился Турилин. «Пока не обнаружен, мы виноваты. Турилин, Орлов и Гуров». «Ну, как будем дальше жить?» И, не ожидая ответа, продолжал. «Видимо, убийство совершили из-за денег. Шесть тысяч сумма. Серьезное». Турилин отодвинул на край стола три толстые папки с материалами, положил на них справку о проделанной работе. «Леву Ивановичу, бумаги вы можете забрать. В каком направлении вы собираетесь продолжать работу?» Перешагнув порог своей квартиры, Лева почувствовал опасность и остановился. Несколько секунд он раздумывал, зажег в прихожей свет, прикрыл за собой дверь. В квартире кто-то побывал. Кто? Зачем? Как вошел? Лева прислонился к двери, стоял, не двигаясь. Прихожая пуста. Слева дверь в комнаты. Лева повернул ключ в этой двери и запер комнаты. Теперь оставалась ванная, туалет и кухня. Лева вновь оглядел прихожую. Никакого тяжелого предмета на глаза не попадалось. Пистолет, естественно, лежит в сейфе. Можно выйти, закрыть дверь вторым ключом и позвонить дежурному. Что сказать? Не знаю почему, но убежден, что в моей квартире кто-то находится. Приезжает группа, рвется с ремня могучая овчарка. Поблескивают враненные стволы пистолетов. Кто-то безоружного Леву плечом оттесняет к стене. В квартире никого не находит. Лева вытер холодный пот, словно пережил все случившееся. И в этот момент понял, что именно насторожило его. Он рассмеялся, снял пиджак, повесил на вешалку и, насвистывая, прошел на кухню. Из ванной послышался шорох. Субтитры создавал DimaTorzok